А вон он, вон он, самолёт его, Сурин Михаил Анатольевич, сейчас я вам всё, там всё написано, я вам всё расскажу. Ну вот, мы начнём со страницы 2. Итак, Сурин Михаил Анатольевич, независимый исследователь, на работу не ходит, начальство не имеет, зарплату не получает, только пенсию, только пенсию. Вот кто будет подписывать наше обращение. Я подпишу, у меня есть предложение об этом. Итак, родные и близкие меня любят и даже слишком. Острый перец и зрелый хрич. Чуть-чуть уступаю Владимиру Анатольевичу, чуть-чуть. И так дальше, всё-всё началась, вся эта бодяга. Началась, конечно, с того, что Владимир Анатольевич написал свою эфиродинамику. Я это прочитал, и мне это понравилось. Это соответствует моим взглядам на жизнь. Они дали, как в 10 марта 2012 года, написал ей письмо Рогозину Дмитрию Олеговичу. Там вот его текст и всё такое прочее. Я ставлю вопрос о развитии эфиродинамики исключительно, как вопрос о национальной безопасности. Ни больше, ни меньше. Там что-то прочитали, и что-то мне ответили. И это дело свалилось в организацию, которая называется Комета. Там Комета, да, цени Комета. Да. Там сидят великие теоретики. Они почесали затылки, поняли, что ничего не понимают, позвали меня. Я им подготовил, в принципе, вот эту презентацию. Ну, сейчас она здесь в доработанном виде и сделала для большого начальства. Может быть, для Конгресса она несколько эпатажна, скажем так. Ну, а куда же деваться-то? Эпатаж так эпатаж. Итак, эфир есть и теоретически, и экспериментально. Теоретически он разработан в работах Владимира Кимовича. А тут мне попался восхитительный исследователь Иванов Михаил Яковлевич. Так, вот так, да? Видно там все, да? Все это видно. ИСЦИАМО, Центральный институт авиационного моторостроения. Куда не сунешься, кругом сплошные эти авиационщики. А кроме того, существует много эфиров и теорий. А именно Бураго, Руссов, Брусин и Хайдаров, Афонин и там много-много-много-много. Есть интернет-ресурсы. Вот они тут кое-какие из выложены. Во-первых, есть сайт ВАА. Я буду так его называть. Можно? Можно. Вот, так удобнее. Я просто эфирный. Я форумный боец. На форумах работаю. В SkyTech Label. Там весело, там помордина дают тебе. Мысленно. Ты сам можешь что-то сказать. Дальше есть вот этот Эйфервинт. Сайт по эфиродинамике. Очень достойный. Есть сайт Ивана, Иваник Тринарод, Викиэкст и Бюрабай. Ну, Бюрабай чем хорош? Я не разделяю взглядов Хайдарова самого. Что касается подборки материалов, там есть восхитительнейшие из материалов. Итак, этапы большого пути. С чего все начиналось? Вот с этой зеленой обложки. 1974 года. Это журнал Ideen des Exacten Wissens. Ну, я немецкого не знаю. Идея точных наук. Да, идея точных наук. Тут есть статья ВА, где он наконец что-то такое собрал вместе. Первый раз. И так далее. И дальше. Вот такая зеленая книжка. Потом вот эти синие книжки. Пятитомник. Есть сборник эфирный ветер и так далее, и так далее. Плоть до космологии и космогонии. Все теоретически описано, но не только теоретически. Значит, в теории, как мы знаем, у ВАА есть 12 разделов. Вот они. Первый раздел. Обращаем внимание, это принципиальный методологический кризис современной физики. То есть все-таки все начинается с философии, с общих построений. А потом мы начинаем строить частные какие-то теории и так далее. Но на хорошей, конечно, материалистической почве. Я не хотел критиковать некоторых товарищей, но когда действительно мы переходим в астрал, то тут материя исчезла, остались одни уравнения. Как сказал известный классик, мы далеко не уйдем. И вот мы сидим там, где мы там есть. Там, вернее. В Академию наук. Итак, вот краткая история, методология там, строение эфира. Коль скоро в материи очень важны всякие вихри, то тут, конечно, отдельный разговор о вихрях идет. Дальше, ну, клоны, атомы и так далее, и так далее. И последний раздел, что бы я сказал, используем на практике. Вот тот эфир, о котором мы сейчас говорим, он реально используется. И использовался. И может быть использован прямо сейчас. Если вы это готовы сделать. Идем дальше. Ну, тут вот это картинки из книжки о том, как устроены наклоны, атомные ядра. Ну, понятно, все это чистая газодинамика. Все понятно и естественно. Вопрос. Кто-нибудь моделировал все эти структуры? Ну, скажем, хорошенько. Пока, наверное, по формулам получается, что вроде бы должна работать. А еще, конечно, промоделировать и оценить пределы, допустим, устойчивости наклона. Когда он будет работать, когда не будет работать. Идем дальше. Ну, тут вот это все то же самое. А вот восхитительный сборник эфирный ветер, который, я надеюсь, он там есть. Есть? Должен быть. Иначе как же без него? Один остался. О, торопитесь. Я предлагаю повысить, устроить повышительные цены. Итак, эфирный ветер. Ну, казалось бы, действительно, столько вранья. Открываем учебник Касьянова 2005 года. Ну, конфета. Физика. Прямо вот в лучшем исполнении. Ну, это для таких продвинутых школьников. Что первое написано? Опыты Майкельсона 1800, там, какого-то, Лохматого года. Про товарища Миллера, конечно, ничего не сказано. Короче, там вранье. И сказано, эфира нет. Отсюда связали отсутствие эфира с теорией относительности. Брехня. Понятно. И тут вообще куча статей обо всем об этом. Можно читать и нужно читать. Сейчас мы об этом дойдем. Ну, вот как все это выглядело. Все выглядело примитивно. И вопрос, что мог Майкельсон, кроме колебаний мостовой в Берлине, умерить вот таким прибором. Вот он ничего и не умеривал. Вот. У него сигнал шум был очень плохим. Ну, а впоследствии, впоследствии, все-таки научились. И вот об этом Иван говорил, касался этого. А тут я говорю, вот эти бы результаты, которые получены господами Майкельсоном, Миллером, да еще про Шнолец. Докладываю. Придумал термин. Есть такой у нас Симон Элевич Ноль. Тут о нем немножко упоминалось. Он занимается анализом всяческих гистограмм и открывает всякие явления. Но ни одна сволочь из Российской Академии Наук не прибежала к нему теоретически осмыслить, что же он там меряет. А он меряет уже больше 30 лет. Свои гистограммы. Нет теории. Поэтому официально заявляю, что товарищ Ноль – это один из составляющих эфир-динамик. Об этом потом. Итак, эфир есть, значит, должны быть параметры. Там что-то движется, свет через эфир движется, гравитация. Вот известная таблица, так называемая, из 18 параметров, которые разработал ВАА. Тут есть все эти параметры. Но это все параметры обыкновенной газовой среды. А чего же хотели? Эфир – это газоподобная среда. Вот, есть параметры. Но, Галаев Юрий Михайлович провел эксперимент, опираясь на теорию ВАА, и открыл, что в его экспериментах кинематическая вязкость эфира была измерена, не просто теоретически оценена, она была измерена, экспериментально. И вот она получилась такая. – Другая. – Другая, абсолютно другая. Ну, эфир в данном случае существует совсем в других условиях. Так, естественно, и значение, в частности, кинематической вязкости будет другое. Идем дальше. Да, тут вот есть табличка Иванова, о которой я говорил. Откуда ни возьмись, появился Иванов Михайлович, который очень даже придумал, говорит, ребята, если вы наблюдаете это самое несчастное микроволновое излучение, это что? Мы об этом поговорим подальше. Это как раз то, что связано с эфиром. Вот, а не с той лабудой, о которой нам говорят. Итак, Галаев. Галаев мерил фазовые характеристики радиолинии в Харькове. Он великий экспериментатор, никак не меньше. Нобелев, в принципе, он уже заработал. Ну, сразу, ну, хрен дадут. Ну, ладно. Итак, он мерил фазовые характеристики радиолинии миллиметрового диапазона. Казалось бы, что проще. Я заглядываю в институт, скажем, физики атмосферы и так далее. Мерят, вот там у них воздух колышется, вот у них там флюктуация, облачность, дождь идет. Он говорит, да, все идет, все есть, но возник еще один фактор, который не укладывается во все эти известные вещи. Что же у него есть? Тогда, это был 93-й год, ИВА издал свое первое издание книжки «Эфирный ветер». И Галаев прочитал эту книжку. Сравнил свои эксперименты с результатами, с тем, что там написано у Миллера в 26-м году «О, мама!» Это же то же самое. То есть, Галаев обнаружил, что он обнаружил все тот же эфирный ветер, который наблюдал Миллер в конце 20-х годов на горе Маунт Вильсен. И вот тут, так сказать, показаны некоторые элементы, схемы эксперимента. Ну, довольно тонкий эксперимент. Я бы отметил, что эфиродинамика, она уже в чем-то переросла своего создателя. Это прекрасно. Вот. На нее уже опирался, например, Галаев. На нее опираюсь я, когда придумал эфироакустику. Я потом это расскажу. Откуда взялась эфироакустика вслед за эфиродинамикой, как часть, как ветвь эфиродинамики. Идем дальше. Итак, это радиодиапазон, миллиметровые волны. Вот эта трасса замечательная, которая здесь нарисована, имеет длину 13 километров. Я был как раз около института Галаева, но там уже все демонтировано. А это вот школа, которая расположена в 13 километрах от пункта, где работает Галаев. Я в прошлом году к ним съездил. Идем дальше. Ну, этого не удовлетворила исследователь, и он решил перейти на оптический диапазон. Все-таки в оптике это все легче. Он разработал, вот его портрет Юлия Михайловича, он разработал оптический интерферометр. Ну, была взята за основу схема Рождественского. Ну, от этой схемы Рождественского, в общем-то, конечно, была только оптическая часть взята. Он разработал на базе теории ВАА всю теорию этого эксперимента. Он разработал на базе гидрогазодинамики всю вот эту схему эксперимента уже. Более того, учел всякое влияние того же кожуха. Вот видите, здесь прибор измерительный, интерферометр находится в кожухе, а там столик на треноге, который вращается. Итак, обнаружилось, что если вот такую трубу, вот она здесь, ну, так сказать, нарисована в виде чертежа, вот здесь она реальна, длина трубы примерно полметра, диаметр 10 миллиметров. Вот такая труба, вообще-то говоря, чем занимается? Она создает в эфире, ну, я бы сказал так точнее, в газоэфирной смеси. Это точнее, по моим представлениям. Переходной процесс порядка 10 секунд. То есть мы поворачиваем, когда трубу, то эфир в этой трубе, не сразу там процесс движения эфира в этой трубе происходит, он длится порядка 10 секунд, что, в частности, позволило Галаеву измерить кинематическую вязкость эфира. Вывод, что полагается за измерение хоть одного параметра эфира? Я не знаю. Чистый номер. Лишение степени. Да, в принципе, лишение степени. Но, к счастью, Галаев работает в Харькры, он работает в Национальной академии наук Украины. Я за отделение Украины от России. На той поры, пока ран, так сказать, не... Это недолго. Это будет еще долго. Да. Итак, дальше. Так. Штырков. Евгений Иванович из... Казань. Ну, казалось бы, ну, что еще можно вытащить из наблюдения, ну, например, стационарного спутника? Он вытащил. Ну, в частности, вот видите, он обнаружил некую аберрацию и отсюда сделал вывод, что, наблюдая эти спутники, можно обнаружить реальное движение Земли через эфир. Ну, и, как следствие, естественно, что скорость света, естественно, не постоянно. Еще Лоренц о чем нам говорил? О том, что скорость света зависит от парамента эфира. Идем дальше. А у меня много времени сейчас осталось? Ну, пару минут. Пару минут. Пару минут. Хорошо. Есть Демьянов, мало кому известный. Есть. Пару минут. Смотрим, переходите. Пару минут. Да, хорошо. Есть. Я подпишу. Эксперимент. Надо сказать? А то вранье одно. Одно вранье. Этого нет. Этого не было. Этого никто не видел. Экспериментов Коцевеля. ВАПов сделал эксперимент. Отклонение лазерного луча под действием эфирного ветра. Люди взяли и повторяют эксперимент. Не на трассе, скажем, 30 метров, а на трассе 180 метров. Отклоняется и коррелирует с Миллером. В лучшем виде. И идем дальше. Так. Ну, вот насчет Иванова. Что Ацуковский предсказал, что будет микроволновое излучение. Иванов его обнаружил и использует в разработках авиационных двигателей. Так. Вот он сам Иванов там на картинке. Так. Это его там Иванова. Дальше. Иванов сказал, будет скорость света зависит от температуры. Зависит. Поставили эксперимент. Вот он. Сюда. Значит. Это у нас температура. Ну, корень из температуры. Скорость света. Идем дальше. Ну, Козырь Фиганова там. Кто знает, тот знает. Истинное солнце. Чистая эфиродинамика. Шноль. Все его знаменитые гистограммы. Чистая эфиродинамика. Ну, тут. Ладно. Бог с ним. Со Шнолем. А теперь идем. Какие направления по эфиродинамике. На всем этом я разработал соображение к перспективному плану работ по эфиродинамике. Вот такой большой план. Это вообще. А в частности. Есть еще вот такое приложение к плану. Это перспективное направление. В основном не электромагнитные. Свойства эфирной среды. Но есть еще закрытая часть. Для комета. А как же. А что же ран. Ран спит. И хотел бы нас всех заткнуть. Кто разделяет. Дальше. Я разделяю идею, что есть основы эфиродинамического естествознания. Да. Они уже есть. Есть стандартные модели эфиродинамики. Обоснование эфироакустики. Тут есть картинка по отсчет. Идем дальше. Ну, вот тут как раз пояснение к эфироакустике. Что это такое. А вот то, что может использовать каждый день. Это реализатор. Прямо здесь и прямо сейчас. Так. Ну и так далее. Все. Мое время стекла. Да. Спасибо. У меня есть предложение к председательствующему. В последующем. Когда будут выступать последующие докладчики. Просьба не допускать таких выражений типа сволочи из Академии наук. Вы понимаете, что это, так сказать, определенным образом провоцирует обратную сторону на какие-то, так сказать, соответствующие. Ну. Это эмоции. Вот. Ну и, тем не менее, включаться в такую полемику на такими выражениями, это неэтично. Да. Вы знаете, что сделал с Демьяновым? Вам рассказать, что сделал с Демьяновым? В 68-м году. Можно я расскажу? Расскажи. В 68-м году, в 73-м году, он сделал самый настоящий интерферонетр Миккельсона. Он работал в каком-то химическом институте. Он в Портвино. Не в Портвино, а в Горгенске. Делал год, делал два. Обалдел. Ребята, день и ночь у него мерит, происходит измерение эфирного ветра. Ну, он это оценил. Теории ВА тогда еще не было. Он смешал, ну, в общем, там, что-то такое Фурье и кого-то еще с Эйнштейном, и у него получилось там 400-600 километров. Ну, в принципе, да, но на неправильную меру. Ну, короче, когда он решил защищать диссертацию на этих материалах, ему быстро объяснили, на что он посягнул. А он посягнул на товарища Эйнштейна. Его, а, уволили, все разобрали, журналы отобрали и все засекретили. И взяли подписку с него. 30 лет молчи. И он молчал до 2004 года. Достаточно? И как я должен называть этих людей? Не нужно все равно. Некорректное поведение отдельных членов Академии наук.